привет мои храбрые парняшки я знаю что не у каждой из вас есть такой агрегат как оверлок а сшить трусики ну ой как хочется и сейчас я вам расскажу как нам бороться с этой напастью а все просто заправляем нашу швейную машинку и поехали вот у меня есть уже выкроенные мои трусики но выкроены они у меня с отрезной ластовицей то есть по переду они короче чем обычно и что мы сейчас сделаем нашу ластовицу лицом к лицу одну часть прикладываем и с изнанки мы лицом к изнанке прикладываем другую часть ластовицы скалываем и строчим все это обычной прямой строчкой но не забываем что игла у нас должна быть для трикотажа это обязательное условие в итоге у нас потом это все вывернется и получится вот такая красота будет здесь шовчик что мы можем еще сделать сейчас сразу чтобы не бегать от машинки к машинке мы можем приколоть нашу заднюю часть к ластовицы для этого мы кладем нашу лицо к лицу наши детальки переда и попы и закалываем сначала лицевую часть ластовицы ищем серединку совмещаем серединку закалываем совмещаем по краю и затем по серединке то же самое с другой стороны ну я думаю вы это уже все знаете вот у нас получилось вот так а затем что нам нужно будет сделать нам нужно будет скатать наши шортики по попе скатать наши шортики трусики по переду и совместить нашу вот эту ластовицу с нашей уже сколотой ластовицы то есть у нас получится такие рулетики тортики все закололи и идем строчить на обычной прямой строчкой на расстоянии сантиметр это у меня припуск строчим и немножечко подтягиваем все побежали за машинку вот я прострочила я теперь могу убрать наши булавочки они нам не нужны вот наша строчка немножечко тянется и теперь мы просто можем подрезать наш припуск но он сантиметр нам такой большой в принципе не нужен подрезаем до 0,5 сантиметра и то же самое с другой стороны теперь просто берем и выворачиваем наши трусики с изнанки у нас получилось вот так и с лица получилось вот такая вот красота что нам нужно сделать дальше нам нужно вот это все прометать чтобы ничего у нас не съезжало и нам нужно будет сострочить наши боковые швы скалываем лицо с лицом и точно также строчим обычной прямой строчкой после того как мы сострочили наши боковые швы мы их загибаем наши швы в сторону спинки и косыми стежками все это прометываем либо можете просто поутюжить и следить чтобы ваш шов не отогнулся обратно что нам нужно теперь сделать теперь нам можно поставить двойную иглу и пройтись по краю двойной иглой либо если у вас нет двойной иглы вы можете просто пройтись аккуратным зигзагом не забывайте про то что ваша игла должна быть для трикотажа я пройдусь обычным зигзагом с одной стороны и двойной иглой с другой стороны и покажу что получилось плюсы и минусы я все прострочила у меня с одной стороны двойная игла она тянется с изнанки это выглядит вот так а с другой стороны обычный широкий не густой зигзаг сейчас я удалю нитку сметки подрежу края которые торчат и расскажу какой метод мне понравился больше все лишнее здесь по краюшку мы отрезаем конечно же конечно метод с двойной иглой он смотрится более аккуратно он смотрится более профессионально нежели другой бог зигзагом но как бы имеет место быть наши трусики практически готовы осталось нам пришить везде резинку как это сделать у меня есть видео ссылка в описании под этим видео переходите смотрите и дошивайте ваши трусы если у вас есть крутая машинка с кучей кучей разных декоративных строчек можно сделать еще вот так я возьму два кусочка у вас это будет ваши детальки трусов это вот боковой шов у нас мы просто берем накладываем одну детальку на другую примерно сантиметр-полтора чтобы они заходили тут зависит будет от вашего припуска скалываем булавочками это все тщательно и я бы наверное советовала вам это все эту всю вашу красоту прометать косыми стежками так будет надежнее все теперь идемте выбирать самую красивую шикарную строчку и по краюшку мы прострочим вот что у меня получилось я тут увлеклась сделала несколько строчек несколько вариантов я считаю что данный метод имеет место быть без оверлака поставив контрастную нить если у вас резинка контрастная и ниточка будет контрастная то ваш данный боковой шов с применением какой-то красивой строчки будет изюминкой на ваших трусиках главное ничего не бойтесь экспериментируйте шейте и все у вас получится и кстати да если вам данное видео пригодилось и понравилось то не забудьте поставить нам лайк спасибо а с вами была ваша храбрая партняшка аня до новых встреч и пока удачи удачи